В Южной Корее рекордный прирост пациентов с коронавирусом накануне. За сутки инфекцию обнаружили более чем у одной тысячи человек. Президент Мун Джи Ин собрал экстренное совещание и заявил, что если ситуацию не удастся переломить, то будет введен самый высокий уровень социального дистанцирования. Наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой готов подробнее рассказать об этом. Итак, Владислав, неделю назад в Сеуле и так был введен предпоследний из пяти уровней социального дистанцирования. Каковы результаты на сегодня? Арастана. К сожалению, меры, принятые корейским правительством, оказались безуспешными. Распространение коронавируса остановить не удается. В субботу зафиксировано 950 новых случаев, а вчера уже 1030. Медики не успевают следить за многочисленными вспышками инфекции в местах массового скопления людей. В основном это больницы. Накануне президент страны Мун Джи Ин впервые с февраля этого года провел экстренное совещание в Центральном штабе по борьбе с бедствиями. Он дал поручение правительству и предупредил, что будет введен самый высокий, третий уровень социального дистанцирования. Он предусматривает запрет на все спортивные мероприятия и любые собрания с участием 10 и больше участников. Школьники и студенты будут заниматься только дистанционно. Такой уровень может быть введен, если в среднее число за неделю превышает 800 инфицированных или удваивается в течение суток. Среднее число за прошлую неделю составило 662. Это очень серьезная и чрезвычайная ситуация. Отступать некуда. Это отчаянное время, чтобы направить все усилия на то, чтобы остановить распространение коронавируса, сосредоточив все карантинные возможности и административные полномочия. Если вспышку не удастся сдержать сейчас, а она близка к критическому моменту, нужно рассмотреть вопрос об эскалации мер социального дистанцирования до третьего уровня. Владислав, а какие меры предпримут власти, чтобы остановить распространение коронавируса? Арстан. В Сеуле решили установить контейнеры. В них поместят тех, кто выздоравливает после заражения коронавирусом. А на этой неделе будет установлено 150 коек в контейнерах. Также с сегодняшнего дня в Сеуле и его окрестностях тестирование на COVID-19 будут проводить бесплатно. Раньше такой тест стоил около 100 долларов. Чтобы ускорить процесс, медики будут проводить тест на антиген и анализ слюны. Тест на антиген, например, позволит от 30 минут до 2 часов узнать результат. Этот метод быстрый, но не совсем точный. Поэтому если он окажется положительным, этот тест, то нужно пройти еще один тест ПЦР. Власти также установят в 70 местах в Сеуле временные пункты для проведения тестов. Это позволит выявить бессимптомных распространителей вируса. Предполагая, что в течение следующих 20 дней будет происходить около 1000 новых ежедневных инфекций, мы обеспечим более 10 тысяч больничных коек в следующие три недели, чтобы все пациенты могли быстро получить лечение. Самый хороший способ поставить заслон коронавирусу – избегать закрытых помещений с высокой концентрацией людей. Я прошу вас не посещать собрания, мероприятия и избегать контактов. В выходные для общей безопасности отменить собрания, мероприятия и путешествия и оставаться дома. Добавлю также, что правительство намерено поощрять медиков. Некоторым медсестрам, которые ухаживают за пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии, выделят по 3 миллиона вон. Это около 2750 долларов США. Для борьбы с пандемией привлекут порядка больше 800 военных и полицейских. Как отметили в правительстве, уже заказана вакцина от COVID-19 для 44 миллионов человек. Это около 90% населения. Однако, когда пройдет вакцинация, пока неизвестно. У меня к этому часу все. Арстан? Спасибо. Я напомню, Владислав Цой нас информирует о ситуации с коронавирусом в Южной Корее.